Всем не хао, с вами я, это Скрайбер. Год движется к концу, поэтому топ лучших флагманов 2019 года сегодня. В этом топе я буду обращать внимание не только на технические характеристики, но все-таки на фишки телефона, потому что у флагмана должна быть определенная фишка, и он должен отличаться от другого телефона очень и очень даже сильно. Это Скрайб Топ, погнали! На пятом месте располагается Asus Zenfone 6. Есть определенные причины, почему я включил его в этот топ. Здесь экран 6.4 дюйма, и это IPS-матрица Full HD+, разрешение 403 ppi. Это очень редкостная вещь для 2019 года. Во флагмане установлен отличный IPS-экран, это круто. Основной камень здесь 855 Snapdragon, 7 нанометров, видеоускоритель Adreno 640, версия 4.64. Здесь Asus тоже начинает с минималок, непонятно почему, но также есть версия 6.128, все в порядке. В Antutu выбивает приблизительно 400 тысяч баллов. Размеры 159 на 75,5, стандартные размеры 2019 года, плюс-минус чуть побольше. И основная банка здесь на 5000 мАч. Отличный показатель, самый лучший в 2019 году. Флагманов с такой большой батареей просто-напросто не существует. Основная камера здесь на 48 мегапикселей, Sony IMX 586, апертура f1.79, снимает в 4К, есть широкоугольный угол на 13 мегапикселей, USB Type-C есть, NFC есть. И ценник этого телефона примерно 600 долларов, плюс-минус это 38 тысяч рублей. Есть у этого телефона фишка, это его селфи-камера. Почему? Потому что это по сути основная камера телефона. За счет интересного механизма основная камера переворачивается на фронтальную сторону и становится селфи-камерой. Соответственно, вам доступны очень крутые снимки, видео в 4К, все фишки, отличная стабилизация, все моменты, друзья, за счет вот этой разворотной камеры. На рынке это будет самая лучшая селфи-камера из всех существующих, просто зачет. Но есть и минус, это разворотный механизм. Сколько он продержится, непонятно. Но то, что Asus не пошел по натоптанному пути, а пошел своим путем, за это ему большой респект. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, там ссылки будут на эти телефоны, на другие телефоны, купоны, скидки, все ссылочки в описании. Четвертое место, Mi 9, необычная версия, а Transparent Edition. Здесь экран 639 дюймов, это Super AMOLED, FUSG, плюс разрешение 403 ppi. Основной камень здесь тоже 855 Snapdragon, 7 нанометров, 640 видеоскрытель Adreno, версия 8256, есть версия 828. В Antutu примерно 440 тысяч баллов и бивает, просто пушка-пушка-колотушка. Размеры 157,5 на 74,7. Батареи на 3300 мАч, здесь я просто удивлен, да, компания Xiaomi нас уже приучила к банке на 4000 мАч, здесь флагман со всеми фишками и 3300 мАч, маловато для 2019 года. Основная камера здесь Sony IMX 586, температура 1.75, телеобъяснив широкий объектив на 6,5 мегапикселей, все есть. USB Type-C, NFC, в цене примерно 420 долларов, плюс-минус это 28 тысяч рублей на Алиэкспрессе. Я, правда, глобалочку не нашел, есть Global Room, продаются, MIUI 11, очень хорошая оболочка получилась, но основная фишка не в этом. Основная фишка это его внешний вид. По сути, все остальное очень даже стандартное для 2019 года, но вид у него просто космический. Я назвал его Ultra Transform Design Edition. А Transparent Edition не такое название, Ultra Transform Design Edition. Смотрится очень красиво и, конечно, вы будете выделяться из толпы телефонов и можно козырнуть реально очень-очень интересный, продуманный дизайн. Хотя все это пластиковая ширма, но выглядит очень-очень достойно. На третьем месте Samsung Galaxy Note 10. Мы возьмем старшую версию Plus, также можно рассмотреть и десятую версию. Экран здесь 6,8 дюйма, это Amalit матрица и здесь Quad HD Plus разрешение 495 ppi. Очень большое разрешение для этого экрана. Центральный камень здесь Exynos 9825, построенный по 8-нанометровому техпроцессору. Видеоускоритель Mali-G76 MP12 и версия на 12 гигабайт, 256 встроенной. Память типа LPDDR4X в Antutu, конечно, он будет проигрывать 855-му Snapdragon, около 360 тысяч баллов он выбивает. Exynos это такое себе решение, конечно, можно заморочиться и найти на Snapdragon, но стандартная версия всегда будет продаваться на Exynos. Размер 162,3 на 77,2, то есть очень компактный размер для такого большого экрана. Батарея на 4300 мАч, отлично. Вот здесь постарались, прям очень молодцы. Основная камера на 12 мегапикселей и это у флагмана 2019 года. Когда мы собираем все на 48 мегапикселей и так далее, то здесь 12 мегапикселей. Камера Samsung L4, здесь гибкая апертура, это тоже фишка этого телефона, апертура 1.5 и до 2.4. То есть апертуру вы можете менять прямо в прямом режиме, в телефоне есть эти настройки. Реально очень круто сделали, у других компаний такого нет. USB, TPC присутствует, NFC присутствует, теле и ширик тоже присутствует. Цена этого телефона 910 баксов, очень-очень дорого, примерно 58 тысяч рублей. Основная фишка этого телефона не камера и не экран, хотя он очень крутой. Также не то пятнышко, которое есть на экране почти что за 1000 баксов. А конечно же стилус, который решает много проблем. Это инновационный подход к созданию телефонов, по моему мнению. Потому что стилус дает вам новые возможности для того, чтобы делать заметки, изображения, редактировать и так далее. Даже серфить по интернету, поверьте, со стилусом очень-очень круто, это удобно. По сути, это такой меню компьютер, который помогает вам достигнуть новых возможностей. Круто, компания Samsung и Galaxy Note до сих пор выпускает свои стилусы. А стилус в этом году немного обновленный. Поэтому новые возможности, отличная фишка у компании Samsung. И они на третьем месте. На втором месте неожиданно Mi 9T. Обычная версия, можно рассмотреть и прошку, но здесь я буду рассматривать именно обычную версию. Здесь экран 639 дюймов, AMOLED-экран 400 ppi, Full HD+, разрешение. 730 Snapdragon, построенный по 8-нанометровому техпроцессу. Видеоускоритель Adreno 618. И версия 628, я рассматриваю. Есть версия 664. В Antutu приблизительно 250 тысяч баллов он выбивает. Размеры 156,7х74,3. Чуть ниже стандартного размера 2019 года. Батарейка на 4000 мАч, которая держится очень даже неплохо за счет 8 нанометров нового процессора. Основная камера на 48 мегапикселей Sony IMX582. Ширик отличный, 4К снимает, USB 3C есть, NFC есть. Minject также присутствует. И ценник этого телефона 270 баксов плюс-минус в зависимости от комплектации. В рублях это от 17 до 19 тысяч рублей. Фишка этого телефона, конечно же, не выдвижная камера. Хотя она тоже очень крутая и очень хорошо фотографирует. Такие камеры уже есть на Honor 9X, Huawei, P Smart Z. То есть в среднем бюджетниках. И, конечно, к фишкам флагмана это никак не отнесешь. Но самая главная фишка этого телефона это соотношение цены и качества. Это самый доступный флагман на сегодня. И он абсолютно полноценный. Если говорить о материалах корпуса, о камерах, конечно, процессор будет уступать. Вы можете взять старшую версию на 855 Snapdragon, но он уже будет гораздо дороже. Если вам нужен флагман и вы не играете в игры, то Mi 9T это самое то. И это самая главная фишка этого телефона. Ну и на первом месте супер прорыв 2019 года Huawei P30 Pro. Просто мега инновационный телефон в одном отношении. В начале характеристики 6,47 дюйма. Это AMOLED-экран. Full HD Plus разрешение 398 ppi. Центральный процессор KN980. Видеоускоритель Mali-G76. Версия 6128. Есть и старшие версии. В Antutu выбивает примерно 372 тысячи баллов. Размер 158 на 73,4. Батарея на 4200 мАч. Спасибо, что добавили немножко побольше. Это очень хорошо для флагмана 2019 года. Центральная камера Sony IMX 65040 мегапикселей. Апература f1.6. Камера просто пушка-колотушка 2019 года. Широкоугольный объектив есть, телеобъектив есть. USB, Type-C, NFC. И ценник этого телефона у официалов примерно 678 долларов. Плюс-минус это 44 тысячи рублей. Huawei P30 Pro это переворот 2019 года в фото возможностях смартфонов. Huawei всегда первый выпускает свои фишки и в начале года это делает. Тем самым он задает темп всей индустрии телефонастроения. Так вот, в этом году он выпустил супер крутой телеобъектив, широкий объектив. Ну и основную камеру просто-напросто самую лучшую на сегодня. Я не буду говорить вам о сложных алгоритмах, каким образом появляются фотографии и получаются они достойного качества даже в темное время суток. Но компания Huawei реально заморочилась и сделала самую лучшую камеру. Широкоугольный угол очень даже неплохо решает. На него получаются мега классные макроснимки. Ну и также телеобъектив один из самых инновационных. Кратный оптический зум, 10-кратный гибридный зум и 50-кратный цифровой зум. Это первый телефон в мире с камерой перископного типа. То есть внутри установлен перископ, за счет этого происходит увеличение. И вы можете делать мега отличные снимки на очень большом расстоянии. Такого нет ни у кого. И компания Huawei P30 Pro выпустила это в начале года. И за весь год никто не смог повторить, друзья, полноценно эту фишку. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайк этому видео, пишите комментарии, делайте репост и жмите на колокольчик.